Хай лирте! С добрым утром, уважаемые и на улице! Вас приветствует муниципальное телевидение города Инаула. Послушайте, пожалуйста, новости города и района. Благосклонность природы в сочетании с самоотверженным трудом хлеборубов колхоза «Правда» дали замечательный результат. Земледельцы хозяйства вторыми в районе выполнили заказ на продажу зерна государству. С учетом привезенного красным обозом, за крома Родины засыпано более 8 тысяч центнеров добротного зерна. Велика заслуга в этом тружеников колхоза. Благодаря добросовестной работе комбайнеров Резы Гелимшина, Равката Хайдаршина, Фердуса Насреддинова, Федуса Хайдаршина, Фановии Сафарова, Ирзанта Мини Баева и водительскому мастерству Альфреда Ахатова, Ильдуса Нурисламова, Бориса Гаянова, водителя АТП Насима Рахимова, вы, уважаемые зрители, дали традиционный хлеб-соль на руках девушек в ярких национальных костюмах. С приветствием к собравшимся к руководству района и города обратился представитель колхоза «Правда» Зарипа Фарид Хаматович. Фарид Хаматович в своей речи говорил от труженика своего хозяйства о том, что каждый на своем месте старался вложить все свои умения, опыты и старания в успех всего коллектива. Нами сегодня выполняется план хлебозаготовки сдачи государству. С тружениками колхоза «Правда» выращен неплохой урожай. В среднем на круг мы пока получаем около 18-ти сетнеров урожая. Одновременно с уборкой хлебов ведем спашку зяби, скернование солому, заготовку кормов и ремонт животноводских помещений. Все труженики колхоза «Правда», вся интеллигенция, весь народ колхоза сегодня мобилизованы на скорейшее завершение уборки урожая и других уборочных работ. Сегодня, в этот день, мы выражаем нашу благодарность руководству района, предприятиям района, в частности, РТП, руководителю Харикова, РТП «Правда» 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 Поэтому хлебозаготовка будет продолжена. Мы рассчитываем нынче укрепить свое финансовое положение и рады доложить руководству района еще раз выразить нашу благодарность. Заверяем району, что мы и впредь будем выполнять все наши задачи перед районом И обещаем, вот, в первых рядах. Со словами благодарности к участникам Красного обоза, ко всем труженикам колхоза «Правда» выступил глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов. Уважаемый Фарик Хаматович, уважаемые товарищи, мы с большим удовлетворением разделяем вашу радость в честь выполнения государственного заказа по хлебоздаче государству. Это на самом деле большая и заслуженная победа всех тружеников колхоза «Правда», руководства, специалистов, всех, кто был занят в уборочной страде. То, что вот сегодня в втором районе вы выполняете свой основной заказ, это говорит о многом. Последние годы тружениками колхоза «Правда», особенно в области растневодства, делается много. Свидетельством тому является вот сегодняшний день, хотя 18, вообще-то мы ожидаем встретить по колхозу 20 центнеров урожая на круг, потому что для этого есть все основания. Как уже вот сказал Харик Хаматович, действительно хлеб выращенный всем населением района. Здесь есть доля нефтяников, прежде всего, конечно, самих земледельцев, доля нефтяников, доля строителей, доля энергетиков, всех, всех, всего населения нашего Янауйского района. Бесперебойным введением уборочного комплекса в целом по району способствует вот совместный... От коллектива элеватора с теплыми словами приветствия к труженикам колхоза «Правда» обратился исполняющий обязанности директора этого предприятия Булат Каусарович Хатипов. По традиции работницы элеватора приветствовали гостей ответным хлебом-солью, выпеченным из муки нового урожая. Как всегда, на высоте были наши самодеятельные артисты. Всю свою душевную теплоту, искреннюю радость, свое мастерство Мурат Валиев, Наиль Шаймарданов, Ирик Шафиков, Фановис Алихов, баянист и юрист Бадриддинов, Ванзир Галин отдали в этот вечер благодарным слушателям. Субтитры подогнал «Симон» 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 Колхоза «Симон» Один за другим Один за другим рапортовали о трудовых успехах своих хозяев председателей колхозов, откуда прибыли красные обозы. Субтитры подогнал «Симон» 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 Как бы завершающим аккордом в праздничной палитре красок и звуков, теплых проникновенных слов и от души идущих песен, стал могучий гул десятков большегрузных машин, завозящих зерно нового урожая на элеватор. Будем же помнить, что за этим коротким мигом стоит нелегкий труд десятков и сотен людей, бессонные ночи и жаркие дни уборки лета 95-го года. А между тем, хозяйство района продолжает рапортовать в выполнении государственных заказов. Очередные красные обозы поступили на элеватор в понедельник 31 июля от колхозов «Дружба», «Волга», «Ленин-Юла» и имени Худайбердина. Надо признаться, зрелище это действительно впечатляло. Колонна из почти полусотни машин ехала по центральным улицам города. Удивленные, радостные стояли по обочинам дорог ребятишки, некоторые, не скрывая нахлунувших вдруг чувств от неординарности события, бежали вслед за нагруженными золотым зерном машинами. И не побоюсь утверждать, что подобного впечатляющего зрелища не припомнят даже старожилы Янаула. Напомним нашим телезрителям, что до вышеперечисленных хозяйств «Дружба», «Волга», «Ленин-Юла» и имени Худайбердина, шесть колхозов рапортовали о выполнении государственных заказов. Неплохими темпами ведется уборка в колхозе имени Куйбышева, Парижской коммуны. По-прежнему низкими остаются темпы уборочных работ в колхозах имени Максима Горького, имени Энгельса, имени Чапаева, Буйском совхозе. И неудовлетворительно работают по выполнению планов заготовки хлеба колхозы «Большевик», «Урожай», «Мир», «Воединский совхоз» имени Энгельса. По данным Диспетчерской службы управления сельского хозяйства и продовольствия, к 1 августа хлеба обмолочены на 36 500 гектаров, что составляет 58% к плану. Средняя урожайность из перновых культур составляет 14 центнеров с гектара. Валовый намолот составляет 495,956 центнеров. Скошено 67% площади. Итак, колонны автомобилей, груженных хлебом нового урожая, всех четырех хозяйств подъехала к элеватору. Первым право рапортовать о выполнении плана было предоставлено колхозу «Дружба», как хозяйству с наибольшим объемом план заготовки хлеба 15 500 центнеров. От имени тружеников колхоза выступил его председатель Федоров Виталий Федорович. Колхоз «Дружба» рапортует вам о том, что сегодня выполнена первая заповедь. В закорма Родины засыпано 15 500 центнеров добротного зерна, что соответствует доведенному плану поставок. Несмотря на заслуженный год, в хозяйстве получен хороший урожай культур. В настоящее время ритмично ведутся все полевые работы. Хлеборубы продолжают уборку колхозовых, идет спашка зябий. По севу зимы заготавливается корма для обширственного скота. Население полностью обеспечено кормами. Уделяется не уходе внимания на закладку семян под урожай будущего года. Подготавливается животновеское помещение к предоставшей зимовке скота. Успешно выполняется задание по продаже государства животновеской продукции. Активно содействовали в выполнении плана продажи зерна государству, обслуживающих предприятия. Труженики хозяйства выражают сердечную благодарность их руководителя. За урабатывающие стану, нефтевада. За березы капитала Фандурова, агроком сна. Иерна Саповедевича Халебова, РТП. На земле, слава хлебу на столе, вот он хлебушка душистый, вот он теплый и золотистый. Каждый дом, на каждый стол он пожаловал, пришел. Забудет всегда, куда. Затем слово было предоставлено колхозу Ленин-Ёлы. Выступил его руководитель Насыров Заки Ильясович. Уважаемый, уважаемый Насырович, Олимбаревич, Тирос Каневич, Иероника Майевна, Розентья Михайловна. Разрешите довести до вашей средней, что колхоз Ленин-Ёлы с честью выполнил ваш заказ по сдаче хлеба. За крома водяно засыпано 12 тысяч центнеров добротного зерна колхоза Ленин-Ёлы. В этом большом деле участвовало все наше семейство, колхозное семейство. Мы благодарны труженикам района, лично вам, Насырович, обслуживающим предприятиям, директорам ремонтно-технического предприятия Агроснаба, нефтебазы, сельфосхимии и всем, кто помогал в выращивании нашего хлеба. Мы очень благодарны водителям, которые участвовали денно-ночно по вывозке хлеба государству. АТП, массово-комбинаты, Агроснаба, элеватора и РАНО. Мы сегодня тоже рады доложить, что в колхозе ведется большая работа по закладке семян, заготовки, корма для общественного животноводства. Полностью завершены работы по закладке кормов для общественного животноводства. Труженики нашего колхоза полнорешенности, что не только выполнить данный закат, но и... От имени тружеников колхоза «Волга» выступил его председатель Сагит Семирьянович Исламов. Труженики колхоза «Волга» с честью выполнили свой калиброводский долг. За корма, родный башкирский каравай, от нас поступило более 12 тысяч сетнеров зерна. В колхозе выросший неплохой урожай. На сегодня убрано 65% зерновых и скошено 75%. Урожайность идет 18 сетнеров. Очень организованно ведутся все полевые работы в комплексе. Идет организм спачка зяби, скильдование соломы, заготовка кормов, закладка семян и закладка фуражного зерна. И в заключение, мои труженики попросили заверить вас, что они не остановятся на этом. В счет будущего ХАМАЗа они обещали 15 тысяч зерна. АПЛОДИСМЕНТЫ О достижениях и трудовой победе колхоза имени Худайберг. Ордина рассказал Муфтахов Касым Ултфеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ И на сегодня в закромах Родины засыпано более 10 тысяч сетнеров добротного зерна. На сегодня на круг собрано 16 сетнеров и более 16 сетнеров зерна с гектара. Это достигнуто при помощи организованной работы механизаторов во время весенних полевых работ, а также во время уборочной страды. Это достигнуто при помощи организованных полицейских составляющих. АПЛОДИСМЕНТЫ Все хозяйства, выполнившие план, тружеников, поздравил с трудовой победой глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов. Сегодня еще более радостный день, настоящий праздник, торжество в нашем районе. Прежде всего, конечно, для вас, для тружеников этих хозяйств и для всего населения нашего района. Общий радостный день, поэтому мы с большим удовольствием разделяем вашу радость, счастье. Поздравляем вас всех, вашими, всех тружеников, походов, а вы с лучшим предприятием, с этой замечательной, настоящей победой, с удовольствием. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья. Президент нашей республики, уважаемый Моргаза Губайдос Братимов, интересовался состоянием уборочного комплекса в нашем районе, пожелал всем вам доброго здоровья и успеха, и просил передать самые искренние приветствия вам, потому что я уже об этом утром не сказал, что четыре хозяйства приедут. Он очень доволен и просил передать его добрые пожелания, то, что я и делаю. Еще раз, дорогие товарищи, всех поздравляем с заслуженной победой, желаем вам доброго здоровья, счастья и успехов. Большое спасибо за хлеб, большими, вашими хозяйствами. От имени коллектива Янаульского элеватора выступил исполняющий обязанности директора Хатипов Булат Каусарович, а самые милые девушки хлебоприемного предприятия встретили хлебом с солью тружеников полей. Настроение у всех было приподнятое, и даже татарин по национальности, популярный вивец Найши Марданов, приветствуя хлеборобов, среди которых были люди разных национальностей, запел по-удмуртски. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ПЕСНЯ Заканчивается июль. Август, это уже преддверие осени. Мы еще с тоской будем вспоминать сегодняшнее огромное палящее солнце и зной на полях. В слякотные дни, долгие зимние вечера, будем ощущать неповторимый запах поля и аромат горячего хлеба из зерна нового урожая. Да, действительно, очень приятно видеть, как один за другим рапортует руководители колхозов о выполнении государственного заказа по продаже зерна. И хотелось бы, чтобы таких праздничных моментов в жизни тружеников нашего района было больше. Но жизнь, но действительность вносит в нашу жизнь свои коррективы. Бутничные заботы до предела прозаичны. Если вы помните, уважаемые телезрители, свои передачи об уборке урожая 1995 года мы начали в одноименном колхозе еще в начале июля. Его труженики первыми приступили к кассовице зерновых в районе. Казалось бы, они должны быть в числе передовых хозяйств. Но, к сожалению, раскачка длилась так долго, застопорился весь уборочный конвейер, что по рекомендации руководства района и решениям коллективного собрания пришлось сменить председателя колхоза. Им стал молодой специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Эльвир Альфисович Вильданов. В воскресенье 30 июля мы встретились и побеседовали с ним. Эльвир Альфисович, вот недавно вы возглавили один из самых трудных участков колхозного производства – колхозурожай. Прошло 9 дней. Наверное, для себя сделали кое-какие выводы. Скажите, пожалуйста, что вас в настоящий момент больше всего волнует? Я 9-й день возглавляю данное хозяйство. Колхоз является трудноватым, особенно для молодого специалиста. На сегодняшний день вопрос – это уборка урожая. Уборка урожая. Колхоз наш уборку начал с опозданием по сравнению с другими хозяйствами района. Можно сказать, что уборка началась с пятницы, с того момента, как я возглавил данное хозяйство. И вот за 9 дней руководство хозяйством уборка вроде бы пошла. И в процентном отношении составляет где-то на 30 июля где-то 45%. Продано государству 4,5% цельного урожая. Тонна. Уборка идет с трудом, с трудом. На сегодняшний день на полях работает 14 комбайнов. 14 комбайнов. Все комбайны работают. Вопрос стоит трудноватый с пашкой зябей. С пашкой зябей идет практически почти, почти вообще не идет, можно сказать. Причина в том, что трактора не готовы. Тракторный парк разобранный. Районная служба, инженерная служба помощь оказывает. Вот потихоньку уже восстанавливаем. Имеющаяся техника трактора на сегодняшний день занимается подготовкой почвы под озимой. С понедельника, с пятницы начали первые шаги. Делали первые шаги. Начали посев озимой оржи. В дальнейшем работа должна пойти. С назначением нового председателя дела пошли в гору. За 9 дней его руководство прирост уборки урожая составил более 40%. За эти дни скошено 2200 гектаров. При плане 3050 обмолочено 1758 гектаров, что составляет 58% к плану. Намолочено 1947 тонн зерна. Конечно, урожайность полей очень низкая. Всего 11 центнеров с гектара. И все же, как бы ни было трудно, хлеборобам колхоза нужно в кратчайшие сроки, без потерь, убрать весь выращенный урожай. И выполнить план по продаже зерна государству. Возможность которого сами механизаторы верят. Далее мы побывали на зернотоке колхоза Камунар. Далее мы побывали на зернотоке колхоза Камунар. Камунар в 1200 гектаров. Как мы увидели, на Кармановском зернотоке накопилось большое количество зерна для вывозки на Инаульский элеватор. Как нам объяснили, нет автомашин. В тот же вечер кураторами колхоза этот вопрос был решен, и вот всем больших грузных автомашин были направлены в колхоз «Коммунар». Нам еще раз хотелось бы напомнить нашим руководителям о работе штаба по уборке урожая. Какую бы помощь они ни попросили, будь то это обеспечение автомашинами, запасными частями или же горюще-смазочными материалами, все делается. Нужно только обращаться, а наши руководители то ли не хотят, то ли не могут, то ли гордость не позволяет воспользоваться этими благами. В итоге теряем драгоценное время, а его нам не вернуть. И все же нашу передачу нам хотелось бы закончить на мажорной ноте. Благодаря самодверженному труду хлеборобов, наш Инаульский район идет в числе первых в республике по заготовке зерна. И нашим хлеборобам нужно поработать в эти дни с максимальной отдачей, чтобы в пятницу рапортовать президенту Республики Башкортостан Муртазе Губайдилович Рахимову о выполнении плана по заготовке зерна. Пока, уважаемые.